Всем привет! Сегодня будем рассматривать такую штуку, как показ вида взаимодействия, который мы делали в прошлом видео. То есть персонаж, когда взаимодействует с каким-то предметом, видите, никаких действий не показывалось, может ли он с ним что-то делать или нет. Сейчас будем рассматривать один из видов, как бы я сделал, допустим, от первого лица. То есть у нас есть такая штука, когда мы создаем от первого лица. Хат. Он лежит в папочке, где находится FirstPersonBP. Вот он. Хат. PersonHat. FirstPersonHat. И здесь есть такая штука, как EventrySafeDragHat. Вот с помощью нее мы как раз-таки будем показывать, возможно ли взаимодействовать с данным эктором или нет. Для того, чтобы какие-то изменять действия, нам нужно вытащить, получается, переменные PromoterVariable значения текстур. Так, давайте немножечко сдвинем, чтобы они уж прям как раз-таки в необходимое место ставились. ScreenW, ScreenHat. Потом вытащим такие переменные, как rgba. gba. Это у нас, получается, цвета, которые мы можем изменять и дополнять какие-то... Делать плюшечки, так скажем. Это у нас opacity. Так его и назовем, чтобы не гадать, что за буковка. Либо альфа. Так, все, мы сохраняем хат. Больше здесь мы ничего не будем делать. Мы только создали переменные, вот все вот эти штучки. Теперь, из-за чего нам нужен был интерфейс взаимодействия? Из-за чего мы создавали персонажи? Вот, то есть, это мы создали интерфейс взаимодействия на буковку. А вот эта штука у нас работает, если вы помните или не видели, на движение мышки влево, вверх, вниз. То есть, на любое передвижение вызывается эта функция. И вот она, получается, работает. То есть, она каждое движение мышки вызывает line trace и образно выполняет действие. Можно это, конечно, поставить на, получается, на тип и ограничить, в принципе, класс default, event internal. Получается, поставить, я не знаю, там 0 и 5, какие-нибудь значения. То есть, отсоединить. Но это уже как кому интереснее. То есть, можно вот так делать, можно на тик сажать. Но давайте оставим на тике. Так, у нас проверяет, есть ли интерфейс. Если да, то выполняет действие. Для чего мы создавали вот эти функции yesIncrement и noIncrement? Ну, давайте при выполнении на true вызываем функцию yesIncrementMessage. Именно с этим значком конвертика. Если, допустим, я выставлю новый инкремент прямо вот сюда, вытащу, он будет вызываться не из того предмета, на который мы направляем, а прямо отсюда, то есть прямо из персонажа, вот прямо здесь и будет выполняться вот эта функция. Для чего это необходимо? Сейчас я это как раз таки и покажу. Так, в самом персонаже мы выполняем функцию noIncrement. и мы его подсоединим на false, то есть если нет интерфейса в предмете, выполняется функция, которая находится в самом персонаже. И если нет каких-то действий, да, то есть смазывания, так, ну, как скажем, наведения на что-то, я, ну, то есть нет никакого значения, пусть тоже выполнит новый интерфейс. Это может пригодиться. Кстати, я даже знаю из-за чего, допустим, если значение есть, то он выполнит всю логику действий, да, если его нету, то у нас какие-то проблемы могут возникнуть, потому что каждый тик будет выполнять эта функция. Возможно, ну, давайте отсоединим и проверим, посмотрим. Так, на yesIncrement мы будем ставить ту штуку, которую мы как раз-таки в хаде и настроили, то есть мы вытащили переменные. Теперь, допустим, на тумбочке мы зайдем в функцию yesIncrement, из-за чего нам нужен начало и конец. мы могли вызвать ее вот так вот, то есть, ну, то есть как начало и конец, да, она бы работала тоже. Но в данном случае я просто вам покажу, как и так, и так, чтобы можно было работать. Вот отсюда, кстати, таймлайн нельзя вызвать, допустим, да. Таймлайн нельзя вызвать, но можно подать функцию какую-то, ну, то есть значение и так далее, да. Но сам таймлайн нельзя вызвать, и вот из-за этого вот такие функции, вот в некоторых значениях не нужно делать, ну, в данном случае можно выполнить. Давайте, нам, чтобы на хад попасть, нужно вызвать getPlayerController, из него мы вызываем getHad. И чтобы получить те переменные, которые в хаде у нас являются, есть точнее, мы вызываем cast. Сейчас, секундочку. cast. Почему-то, почему не работает. Так, ну, ладно. Cast. FirstPersonHad. Видимо, что-то, что-то не сработало так, вызовав. Ну, ладно. Пусть вытягиваем мы из основной линии и вызываем cast. FirstPersonHad. Из нее мы как раз-таки будем вытаскивать все необходимые наши значения переменные. Это у нас одно значение было. SetTexture. Далее у нас... Подсоединяем сразу, да? Далее у нас идет setScreenW. SetScreenH. Сейчас я объясню, для чего они необходимы. Set... Что мы там еще давали? Найти не могу. А, вот setR и setOpacity, да? То есть мы вот такие вот значения передали. И setOpacity. Теперь ScreenW, ScreenH у нас означает... Дают значение размера наших картинок, которые мы будем как раз-таки вот вставлять вот сюда. В данном случае давайте поставим рука. Картинку рука. Здесь, который я уже экспортировал заранее. Здесь давайте дадим ее значение 80. Пусть она такого размера будет примерно. R у нас будет единичка какая-нибудь. И опасти мы выставим 0,7. Мы соединяем с returnNode. Ну, то есть подаем, что у нас закончилась функция. Сохраняем. И в персонажа... Давайте скопируем вот эту штуку все. И в персонажа мы на... Так как мы создали новый инкремент в персонажа, зайдем сюда и подадим это все сюда. Только изменим здесь значение. Заместо руки мы сделаем, допустим, курсор. Значение размера мы выставим 16. Чтобы у нас точка... Ну, курсор это у нас точка какая-то. Чтобы она большой не была, сделаем 16. Значение выставим давайте 0,5. Или давайте 0 просто поставим. Чтобы видеть, как она изменится. Опасити мы вызовем единицу. И посмотрим, что выйдет. То есть каждую секунду у нас будет обрабатываться. А, 0,5 значение мы поставили. Видите? Рука и прозрачная. Это 0,7 значение. Мы уводим. И как раз-таки почему-то 0 значение у нас подает... 0 на R у нас подает такой цвет. Давайте единичку поставим. Опасити мы можем поставить 0,3. То есть точка слишком большая. Выставим 10,10 значения. Ну, в данном случае, видите, у нас сразу не сработало. Когда мы загружаемся, у нас крестик. Для того, чтобы это не было, нам в хаде нам тоже надо настроить то же самое. Текстуру мы должны подать в курсор. А скрин W, допустим, то же самое, 10. H мы также 10 выставляем. Также мы можем G и B тоже вызвать, чтобы подать какие-то цвета. Допустим, хотите, чтобы рука была красная. Это у нас в тумбочке. Мы должны... Set G. Так. Set G. Сейчас надо еще найти ее. А, галочку контент я забыл поставить. Так проще же будет. Так, почему ее нет? Так, RGB у нас они стоят. Set G. Set G подаем. Так, куда-нибудь сюда. В принципе, значение не важно. Можно поменять, переставить. Допустим, поставим R на единицу, G на единицу. Цвет уже будет совсем другой. Но в данном случае мы и настроили. И так как у нас прозрачность 0.3 стоит, она тоже не видна. Так, это у нас... А, я настраиваю новую инкоременту, извиняюсь. Так, это у нас B. Надо поставить еще, да? Set B. То есть, RGB вы можете поставить какие-то определенные значения. В данном случае это у нас единица. То есть, если мы настроим B0, цвет курсора будет, видите, желтый. Рука желтая. А, вот, кстати, и проблема. Как раз таки мы направили. Убрали. У нас рука постоянно. Давайте соединим персонажи. Когда return value false, тоже поставим на лонг-кремент. Ну, да, вот, из-за того, что тик обрабатывается 0.5, он не всегда быстро убирается рука. В данном случае это из-за этого. Давайте быстренько поставим, чтобы они там 0.1 секунда. Ну и все. То есть, также мы можем подать на... Так, давайте скопируем вот здесь. В нашей кружке. Где наша кружка? Так, наш кап. Есть инкремент. Сюда зайдем, ставим и выполним функцию. То есть, для каждого предмета мы можем подавать свои значения, свой внешний вид. Там, хотите, чтобы иконочка, наведенная на него, была другой, другого размера, другого цвета. Пожалуйста, можно настроить единица, 0. Допустим, возможно, красный будет. Ну, ладно. Не совсем красный, но... То есть, смотрите, видите, да? Допустим, взаимодействие с кружкой. Нам надо ее разбить. Ну, вот, то есть, нажимаем на буковку F. Ну, в данном случае она у нас передвинулась. То есть, как будто мы ее раз... Видите, действие, да? То есть, 300 слишком далеко, которое мы выставили в персонажа. Это у нас функция lineTrace. Вот здесь 300 выставили. Давайте сделаем 200. И как раз-таки ближайшее значение. Ну, вот. Вот. То есть, ближе подходим. То есть, если тумбочка далеко, она не видна. Ближе. То есть, ну, под своего персонажа уже настроен. Так, если... Вам... Смотрите. Мы, кстати, наводим на всю тумбочку. И... А если нам надо, допустим, на дверь только наводить, той же, мы можем изменить так. Смотрите. В самом персонаже на той штуке, которую мы наводим. Давайте hitComponent проверим такую штуку, как tag. Компонент HasTag. Если у компонента tag получается равен значению, которое мы вот здесь опишем, ну, допустим, актив тег. Так он и будет называться, да? Актив тег. Мы должны, получается, в тумбочке на нашу дверку подать тег. Добавить его и подать. Актив тег. Вот он. Давайте проверим. Тумбочка. У нас теперь не показывается ручка. А вот на саму дверку у нас есть рука. То есть, весь эктор у нас не будет подсвечиваться, а, допустим, какая-то часть только. И вот такая вот штука, которая, возможно, вам понадобится. А на этом все, друзья. Всем спасибо. Пока. Надеюсь, вам видео это помогло и вы напишите комментарий, чтобы наш канал поднимался и я попытался записывать больше роликов. Пока.